Памятник Агнии Барто Памятник Агнии Барто и ее поэме «Звенигород». И то, что вот сейчас это мероприятие названо именем Агнии Барто, на самом деле это в том числе поддержка этой инициативы. История про поэму «Звенигород», с которой началось всесоюзное движение по поиску родных, оказалась даже в самом «Звенигороде» известна не всем. Мама одного из юных шахматистов призналась – надо бы освежить знания. Все детское, что было, мы, конечно, читали с детьми, со всеми, а вот «Звенигород» поэму я что-то упустила, и надо, наверное, уже прочитать еще раз. У сына свои – спортивные интересы. Он любит ставить мат, используя две ладьи. Пришел на турнир побеждать. Моя цель – это выиграть первое место в турнире или второе хотя бы. Я просто никогда это не делал. Открытый турнир организовал Звенигородский шахматный клуб. Уровень максимально высокий. За его ходом следят шесть судей международного класса. Результаты партии будут внесены и в мировой, и в российский рейтинг спортсменов. В принципе, это и есть самый популярный формат проведения турниров. Но в нашем случае мы стараемся миксовать спорт и культуру. Нам важно, чтобы воспитанники Звенигородского шахматного клуба понимали, что шахматы – это модно, что шахматы – это интересно, и в целом вырастали интеллектуально развитыми людьми. Это уже второй турнир такого уровня, который проводит Звенигородский клуб. Ближайшее важное событие для местных шахматистов – появление своего адреса. Площадка будет после открытия Дома культуры в Супонево.